всем привет это очередное видео из моего проекта конверт я несколько недель не снимала эти распаковки у меня накопилось три конверта и вот сегодня один открою и надеюсь в ближайшее время еще два тоже открою сегодня будет конверт от алены из москвы спасибо алене и сейчас посмотрим что там конверт довольно пухлый и буду его открывать он кстати легко открывается тут даже не надо разрезать я надеюсь там ничего по пути не потерялось потому что я его получила прямо в таком виде я его не открывала еще но он уже легко открывался но тут много всего поэтому надеюсь что все на месте поэтому наверно лучше заклеивать еще дополнительно скотчем такие конверты потому что клеевого слоя не всегда достаточно ну может еще от перепада температур при пересылке тоже портится этот слой я поэтому всегда проклеиваю клеем либо стикеры сверху какие-нибудь клею либо скотч но вот будем надеяться что все здесь нормально так и будем сразу смотреть я уже вижу здесь много всего зеленого это меня радует так тут есть такой вот красиво упакованный сверток а есть просто листочки ну собственно я сейчас покажу сразу листочки их здесь не так много так что это недолго будет это мне кажется странички из журналов их можно в общем-то с двух сторон использовать как фон например и такой вот еще тоже лист из журналы тоже с двух сторон красивые картинки так и третий здесь тоже зеленые есть оттенки короче у меня есть подозрения что я что-то зеленое делать но не знаю может быть и что-то еще будет другое так такая вот зеленая тоже бумага просто и еще странички журнала здесь такие вот синие оттенки тоже красивые здесь но вот и есть зеленый в общем много ярких цветов это классно так и перейдем к интересному свертку красиво упакованный здесь есть открыточка крыточка просто пустая поэтому я еще ее смогу отправить или даже оставлю можно себе потому что мне нравятся такие старые виды так понимаю что это большой театр в москве какого-то старого года фотография но здесь не написано какого ну советского времени так как это открывается наверно а ну легко открывается все просто здесь бумага уже какими-то штампиками кстати интересные штампы для таких нет поэтому может быть даже вырежу несколько и вклею в свой блокнот для штампов где у меня коллекция но какие-то можно использовать и в оформлениях тоже а вот здесь кстати еще штамп и так же это открою вот здесь получается я вижу здесь три разных штампа и даже четыре раз два три четыре четыре разных надо будет вот сюда вырезать свою коллекцию добавить и здесь еще тоже какие-то они просто просто разным цветом напечатаны но вроде как это один и тот же штамп тут написано канцелярия вселенной приняты к исполнению забавный штамп в общем тоже надо будет наверное один или два себе вырезать в коллекцию так и тут такой вот тоже сверток это не конверт это просто или конверт а это вот то что называется как-то называется фолдер или холдер я постоянно путаю эти названия в общем здесь все красиво разложено будем смотреть по порядку так здесь что-то покрупнее размером здесь помельче поэтому сначала крупная потом будет мелкая это такие вот бумажечки похожие на кальку но это не калька просто такие в общем полупрозрачные можно будет использовать в оформлениях это наклейки в виде баночек у меня были похожие но другие я видела что кто-то прямо гербарий приклеивает этими банками например цветочек можно какой засушить и потом вот так вот его в блокнот допустим вклеить этой банкой я вот не пробовал так делать но может быть попробую мне кажется это интересно в общем да надо будет попробовать это картинка просто так понимаю или какая-то упаковочная бумага в общем с таким вот зверем я не знаю кто это какой-то зверь олень не знаю не очень взбираюсь в таких зверях это картинка от пиццы мне кажется какой-то упаковки или что-то типа того это очень похоже на вышивку я не знаю как на камере но живьем можно прям подумать что это реально вышитая салфетка хотя это просто бумажная салфетка обычная не видела такой принт интересный мне кажется классно будет смотреться в каких-нибудь оформлениях тоже здесь еще я так понимаю можно отделить слой она двухслойная или трехслойная ну в общем я у салфеток часто снимаю верхний слой чтобы приклеивать ну чтобы удобнее приклеивать ну да можно отделить будет это такая вот бумажка с принтом полупрозрачная вот по-моему так на фоне руки понятно что тут есть цветочки просто когда так смотришь она как будто просто белая на так вот на более темном фоне видно интересный принт мне нравятся цветочки это просто бумага с принтом это наклейки со всякими надписями они по контуру вырезаны поэтому их легко будет приклеивать и такая вот похоже на скраб бумагу но здесь как будто есть место для текста поэтому может быть это считается открыткой не знаю ну в общем такая вот красивая бумажка с часами это тоже кусочки тоже такой плотной бумаги скраб бумаги она двухсторонняя тут с двух сторон разные принты и еще цветочки тоже двухсторонняя бумага и еще одна желтая тоже с двух сторон разная и вот такая вот бумага с линовкой я люблю такие листочки они для всяких фонов очень хорошо подходят и что-то такое мягкое я даже не знаю как объяснить что это мне хочется сказать что это пенопласт но это не пенопласт в общем такая такой материал из него еще иногда делают аппликацию что-то такое детское не знаю в общем как называется но он достаточно толстый такой так я посмотрела все большие вот эти бумажки можно их даже положить обратно и переходим к более мелким так здесь всякое разное не знаю все ли я достала нет не все тут что-то еще есть вот так тут еще есть отдельные пакетики сейчас я буду все смотреть это две намотки скотчей тоже классно у меня нет таких скотчей и вот этот набор я видела уже мне кажется потому что его часто присылают ну там на конвертах бывает а такой вообще первый раз вижу здесь дни недели и время так понимаю в общем надо будет это все вклеить мой блокнот для скотчей там где я собираю свою коллекцию скотчей так это наклейка с муми троллем это такие просто черные стикеры бумажечка такая вот рамочка и здесь это понимаю вырубка всякой разные сейчас я буду показывать она не очень большая поэтому он поближе показывать такие вот рамочки как марки есть вот поменьше размером есть побольше размером и надпись почта есть такая вот всякие самолетики и такие вот ну я не знаю как это назвать в общем карточки с сердечком и с такой линовкой здесь даже по идее можно наверное что-нибудь написать если хочется ну или это можно просто как элемент оформление использовать так вот здесь еще самолетики надо это все не потерять среди бумажек потому что маленькие элементы могут затеряться поэтому сложу обратно в пакетик так и еще такой пакетик здесь тоже маленькие штуки и вот пуговицы как будто но они сделаны из бумаги я так понимаю из разной сейчас я покажу а это из фольги вообще сделано кстати вот эти золотые и серебряные это из фольги они такие более плотные а вот эти вот золотистые они просто из бумаги попробую достать все это показать так можно делать это пинцетом может быть поудобней вот здесь в общем они на самом деле могут быть и двухсторонними то есть можно выбрать какой стороны хочется использовать потому что где-то разный цвет получается ну вот это понятно картон здесь основной цвет с принтом но вот какие-то есть и двухсторонние есть разная форма форма цветочков кругов и сердечек ну вот здесь наверное золотистый все-таки считается лицевым потому что тут на нем это тиснение есть в общем разные интересные такие штуки в качестве мелких элементов их хорошо использовать когда нужно вот уже дополнить в конце поэтому посмотрим что у меня получится может быть как раз эти пуговицы мне и пригодятся сегодня на только их надо сложить тоже в пакетик потому что они очень маленькие так и переходим к вот этому конвертику здесь на самом деле три еще ячейки отдельных поэтому тут все так вот можно постепенно смотреть так тут почему-то плохо вынимается там что-то склеилось мне кажется какие-то наклейки смогла вынуть какие-то не смогла а но они тут просто приклеились тут был скотч поэтому их отклеить вот здесь всякие зеленые наклейки разные это конечно очень актуально для меня потому что я люблю зеленый цвет и мне всегда нравится зеленый любой сезон мне кстати очень нравится этот наклейка с зонтиком прям супер так здесь здесь все наклейки такие плотные они не полупрозрачные как бывают наклейки подобного размера это вот конкретно такие в общем они так и будут выглядеть когда их приклею потому что полупрозрачные часто выглядят потом не так как при просто просмотре короче интересные наклейки метких не было так дальше еще наклейки тоже попробую все достать и показать здесь разные наклейки есть вот тоже плотные наклейки это вот полупрозрачные тут они чередуются такие разные звери всякие печатные машинками конечно очень нравится потому что я собираю даже открытки с печатными машинками и такие вот цветочки цветочки это вообще всегда актуально в любых оформлениях можно их использовать и они могут украсить и какой-нибудь разворот блокноте открытку в общем все так это я показала теперь следующие вот так все тоже все достала здесь наклейки таких вот фиолетово-сиреневых тонах тоже очень классный тоже таких не было поэтому приятно получить что-нибудь новенькое и всегда интересно какие еще бывают наклейки и конечно бывает разных очень много ну и это здорово что новенькое всегда приятно так в общем то вот я показала по моему все что было так я даже не буду вкладывать туда наклейки потому что они там приклеиваются наклейки я вот сюда наверно положу и наклейки просто вот так положу потому что все равно сразу буду что-то делать собственно что я хочу оформить какой-нибудь разворот в блокноте у меня есть так есть вот этот блокнот посмотрим какой там цвет следующий я не помню еще у меня есть блокнот меньшего формата так здесь у меня красный цвет я не хочу красный цвет хотя можно и красный вообще форме вот я смотрю сразу эти штампы в принципе почему бы нет можно оформить этот разворот а потом еще один в другом блокноте либо в этом же здесь будет снова красный да такой будет ну в общем я даже не знаю либо сейчас я посмотрю еще другой блокнот мне хочется зеленое что-нибудь сделать на самом деле ну собственно вот у меня еще такой есть блокнот здесь можно сделать что-то зеленое это желтый заклеить и будет зеленый наверное начну с этого блокнота потом может быть в этом еще что-нибудь сделаю ну посмотрим это как всегда непредсказуемо иногда хочется несколько разворотов заполнить иногда и одного достаточно в общем я сейчас наверное начну что-то делать как всегда это будет с ускорением и с комментариями которые запишу после ну и посмотрим что в итоге получится я решила для начала снова просмотреть материалы из этого конверта и отложить те которые мне хочется использовать в маленьком блокноте и те которые хочется использовать блокноте побольше в маленьком блокноте у меня будет что-то желто-зелено-фиолетовое я так решила а в другом блокноте там где красная страница будет что-то сине-красное по крайней мере пока у меня такой план но как в итоге получится узнаем когда я это сделаю ну и начала оформлять сразу мини блокнот здесь уже на фоне есть два цвета желтый такой крафтово-золотистый мне очень хотелось использовать что-то зеленое поэтому я сюда добавляю кусочек зеленой бумаги из журнала выбрала несколько наклеек зеленых и фиолетовых потому что фиолетовые мне тоже очень понравились и вроде как они по цвету сюда подходят выбрала еще кусочек такой светло-сиреневой бумаги тоже чтобы поддержать наклейки ну и начну приклеивать уже какие-то элементы я примерно все разложила скорее всего еще что-то буду менять местами но хочется уже начать чтобы какие-то бумажки были приклеены еще здесь на фоне хочу использовать такую вот полупрозрачную кальку с принтом она сделает менее ярким этот желтый цвет мне как раз хочется более спокойных оттенков но рамочка желтая все равно останется тоже как раз в качестве яркого акцента но не сильно большого пятна при этом и еще справа я решила приклеить кусочек желтой бумаги тоже чтобы поддержать левую часть у меня здесь из желтого будет только фон пока что так планируется а все остальные элементы будут других цветов но вроде как она более-менее все сочетается я приклеиваю сначала фоновые бумажки ну а сверху уже буду приклеивать наклейки здесь еще есть варианты как их разложить но вот зеленые видимо будут на правой странице фиолетовые видео будут на всех страницах здесь есть более фиолетовые менее фиолетовые есть вот такой букет цветов в крафтовой упаковке крафта упаковка как раз сочетается с вот этой страницей которая справа она такая тоже немного крафтовая не совсем совпадает оттенок но более-менее еще добавил кусочек кальки справа вверху но мне не понравилось как он смотрится поэтому я его решила все-таки отклеить потом как-то он странно смотрелся он плохо держался потому что вообще калька плохо приклеивается таким клеем ее нужно приклеивать как-то по-другому я тут пока успела вклеить все что уже выбрала и теперь еще ищу другие какие-то элементы потому что свободные места здесь еще остались и хочется чем-то дополнить я пока приклеила две полосочки скотча такого тоже крафтово черных оттенков он как раз тоже сочетается с фоном страницы правой и в качестве финальных элементов добавляю два стикера вырезал их по контуру печатную машину и кролика ну и ставлю штампиком дату как раз на печатной машинке она поместилась ну вот такой итоге получился здесь разворот мне кажется он симпатичный и яркие цвета всегда меня привлекают ну и теперь я буду переходить во второй блокнот уберу только сейчас немного лишний мусор который здесь накопился и в этом блокноте у меня красная страница которая мне подсказывает красный цвет который нужно использовать и я решила использовать здесь вот эти крафтовые бумажки со штампами и салфетку мне очень понравилась эта салфетка и я решила каким-то образом вклеить сюда ее кусочки я пока вот пытаюсь приложить все это вместе и понять что мне вообще здесь будет и подумала что приклеить баночку хорошая идея и даже прямо так ее приклеить чтобы внутри баночки был вот этот принт салфетки целом это сделать не сложно единственное нужно вырезать аккуратно салфетку под размер баночки но чуть меньше чем размеры всей наклейки потому что нужно попасть в белый контур контур не на краю наклейки там еще есть небольшой зазор как раз чтобы приклеить и еще здесь есть такая вот бирка на этой баночке я решила ее сделать другим цветом чем внутренность и тоже вырезаю такой кусочек бумаги и еще там есть пробка у этой банки и нужно какой-то цвет я хотела найти какой-нибудь коричневый или такой темный но не слишком темный и не слишком светлый в итоге как раз мне пригодился вот этот материал который я не знаю как называется такой мягкий он правда толстый я в итоге все-таки еще искала может какие-то бумажки все-таки есть но ничего подходящего и лучшего я здесь не нашла поэтому остановилась в итоге как раз на вот этой коричневой штуки тоже ее вырезала по контуру наверное нужно будет еще ее приклеить дополнительно скотчем внизу двухсторонним остальное все можно приклеить и так потому что наклейка как раз по контуру будет все держать и в общем то остается самое сложное это аккуратно все это вклеить в блокнот я еще здесь вот добавила кусочек салфетки который был оторван чтобы не было там дырки я решила что сначала приклею салфетку к блокноту потому что это большой элемент лучше пусть он будет приклеен а вот эти маленькие штуки я приклею сначала к наклейке и потом уже все вместе буду вклеивать сверху на салфетку в целом у меня все пока получается и мне очень нравится эта идея и теперь я поняла как использовать эти банки надо будет другие тоже так использовать просто делать внутри какой-то интересный принт из другой бумаги я почему-то раньше до этого не додумывалась но я не особо об этом и думала и не видела ни у кого я видела только вот что гербари так вклеивают а вот делать какие-то внутри картинки как-то я такое не видела ну вот вроде у меня получилось вклеить там местами видно красный фон я не идеально вырезала но мне кажется нормально я еще может быть там что-то приклею поверх поэтому будет не особо видно и теперь нужно оформить вторую часть разворота я хочу вклеить сюда еще одну часть салфетки вот так вот ее приклеиваю сразу и буду просто по контуру подрезать приклеила крафтовую бумажку со штампиками чтобы заклеить белый фон и теперь нужно еще добавить каких-то мелких элементов потому что место есть у меня получается здесь такая вот цветовая гамма как бы красно-синяя бежево какая-то непонятная зеленая я добавила здесь марки с конверта две марки по 10 рублей они розового цвета здесь как раз тоже есть розовый цвет на вот этих цветах салфетки и мне кажется сюда подходит приклеила рамочку в виде марки синего цвета тоже синий цвет здесь подходит и теперь смотрю что еще можно приклеить смотрю какие тут есть еще материалы среди оставшихся может быть какие-то наклейками здесь подойдут может быть какие-то бумажки и вот решила вырезать такую вот птицу тоже по контуру и ее приклею справа на свободное место но все равно как-то пока еще пустовато мне хочется что-то добавить я решила добавить вот эту пуговицу в виде сердечка но мне не нравилось что там есть дырки как у пуговицы и я решила их заклеить под низ просто подклеить кусочек другой пуговицы и у меня получилось сердечко такое вот я его приклеиваю тоже просто на баночку этот золотистый цвет сочетается с таким желтым цветом на салфетке мне кажется добавляет немножко блеска я люблю блеск в общем вроде неплохо смотрится но как-то мне хотелось добавить больше контрастности и поэтому добавила еще туда синее сердечко меньшего размера я просто вырезала из бумаги и приклеила сверху дальше я решила вырезать по контуру штампик такой вот синий на крафтовом фоне мне кажется что этот цветочек тоже будет здесь в тему не очень понятно правда куда его приклеивать но вот посмотрим на крафтовой бумаги он как-то теряется может быть на красный лучше будет смотреться но я пока решила еще вырезать кусочек салфетки и приклеить а цветок пока пока перемещаю туда-сюда и смотрю как лучше такой вот у меня еще цветок тоже из той же салфетки получается будет внизу он конечно закроет немного штампы но не страшно я думаю это не проблема зато дополнит мне разворот еще деталями дополнительными и получается пока что то вот такое справа как будто очень много красного фона и хочется его заклеить поэтому я решила приклеить еще кусочек салфетки сверху такой вот цветочек он конечно немножко прозрачный на красном фоне но вроде более менее и теперь намазываю клеем вырезанный штампик в виде цветка и его я решила внизу все-таки приклеить там было такое пустоватое место и вот я его заполнила таким образом и теперь еще хочется чего-то красного на левую страницу потому что нету такого яркого акцента и я вот решила приклеить здесь пуговицу такую вот из красной фольги не совсем совпадает оттенок с фоном но думаю что более менее нормально ну и вот теперь уже вроде все ставлю штампиком дату и покажу еще раз что мне сегодня получилось это первый разворот в мини-блокноте с таким ярким сочетанием цветов ну и второй который только что заполнила мне особенно здесь нравится баночка все остальное может быть не так идеально но банка просто супер на этом все спасибо что посмотрели это видео спасибо еще раз алене за обмен буду рада вашим лайкам комментариям и подписки на мой канал всем пока